Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Депутат Европарламента от Германии Йорк Мойтен призвал Европейскую комиссию заняться вопросом финансирования экоактивистов в Европе, в том числе и шведской школьницы Греты Тунберг. Он подозревает, что в организации климатических движений может быть, цитирую, «замешана Россия», а протесты – это часть гибридной российской угрозы. Так вот, кто придумал Гретхен Гейт, об этом нам сегодня расскажет автор статьи именно с таким названием. Замечательная журналистка, главный редактор литературного монаха Мелаголь, парижского литературного монаха Елена Кондратьева-Сальгер. Елена, рада вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Елена, для разминки цитата из вашей статьи «Кто придумал Гретхен Гейт?» «Итак, это прямое обвинение породило заслуженный восторг в российской прессе и тоскливое недоумение в европейской. Ни одна французская передовица не решила транслировать подобную глупость». Конец цитаты. Есть ли у вас объяснение, почему в российских СМИ это вызвало такой восторг? Это что, гордость за величие своей страны или радость за доказательство того, что, мол, не самые умные люди заседают не только в Думе, но и в Европарламенте? Нет, я думаю, это не то, не другое. Я думаю, что это просто элементарное, врожденное, неискоренимое, непобедимое чувство юмора. Потому что я думаю, что уже каждый россиянин настолько привык, что что бы ни случилось в мире, в любом аспекте, в любом масштабе, любая катастрофа, любые неприятности, любые какие-то некорректные действия, каких бы то ни было государств или акционерных обществ, в этом всегда виноваты России. И это уже стало настолько провербиальным, вы знаете, просто как... Это должно войти в книгу пословицы поговорок. Так что я думаю, здесь сработало просто чувство юмора, мы уже ждем, как только где-то что-то случается, что первое, самое простое объяснение всегда будет верным и обязательно упомянут Россию. А вот то, что европейская пресса, и в частности французская, но европейская тоже не нашла, вообще не решилась это цитировать, это абсолютно точно, потому что я так и не нашла с тех пор, как звучало это неожиданное несколько заявлений, достаточно, мягко говоря, глупое, я бы сказала, чтобы не употребить более веского термина. Не решилась ни одна передовица вообще центральных, серьезных газет вообще об этом упоминать. То есть если вы сейчас на улице остановитесь, десяток человек, и спросите вообще, о чем речь, никто даже не поймет, поскольку это вообще информация, она не прошла. По разным причинам. Во-первых, потому что сейчас в Европе, как вы знаете, и без этого не скучно. Проблем столько, что уже просто не знаешь, в какую сторону смотреть. В частности, в туркско-сирийских, назовем это так, отношениях, произошел настолько резкий поворот, что если бы не вот это вот заранее принятое в расчет незаинтересованность вообще среднего читателя, вот среднестатистического читателя во всех событиях и всех тех войнах, которые происходят в мире, это должно было бы вызвать некий очень большой вообще и емкий вопрос. То есть вплоть буквально, вплоть до вчерашнего дня Асад должен уйти. Это было постоянной установкой в течение многих лет о том, что повстанцы, вы понимаете, как только что-то где-то случается, есть такой термин «повстанцы», который называют абсолютно всех без разбору. В всей европейской публике практически влагалось в мозг понятие о том, что повстанцы хорошо, правительство Асада плохо, и вдруг со дня на день совершенно неожиданно прозвучали какие-то репортажи, и совершенно замороченные журналисты вдруг начали говорить, «Оказывается, среди этих постанцев очень много джихадистов». Вообще-то оказывается, что они практически все джихадисты. Только возникает закономерный вопрос вообще, что же делалось до сих пор, кто кого там бил и кто против кого бомбил. То есть, понимаете, чтобы эти вопросы вообще не возникали, сейчас уже если вы опять же остановите 10 человек на улице и спросите, например, что за события произошли в Хомсе в сирийском 2012-м, кто кого бомбил и почему, и почему, в каким образом, в каком свете это подавалось здесь на Западе, опять же, вам никто не ответил. Поэтому даже эту информацию им удастся заболтать. То есть теперь уже факт тот, что, оказывается, не так плохо был Асад, как его умолевали, и не во всем виноват он с Путиным вместе, это же тоже надо как-то объяснять, если вдруг пойдут вопросы. То есть здесь настолько сейчас идет вот эта вот волна непонятия, неприятия, что будет дальше. На передовицах сейчас Путин, пригласивший Эрдогана. Как из этого вот морочного состояния будут выпутываться более-менее люди разумные, которые до сих пор принимали это либо за чистую монету. Надо же сейчас найти какое-то удачное объяснение. Публика проглотит, публика давно не понимает, кто с кем бьется, кто против кого воюет, кто против кого голосует, в каких странах. Здесь со своими проблемами невозможно разобраться. В частности, после вот этого теракта в префектуре полиции идет мощнейшая волна в защиту мусульман. То есть, понимаете, вот как будто именно их вот сейчас атакуют более прочих, понимаете, и именно их надо более прочих защищать. Вот сейчас все передовицы забиты обращением к президенту Макрону 90, значит, там, деятелей культуры и искусства, там, актеры вперемешку, знаете, деятели спектакля, все вперемешку французские, марокканские в происхождении и с такой прочей, которые подписывают петиции «Остановите вот исламофобию». Это первейшая проблема сейчас. С другой стороны, остальная информация, вот идет, например, скандал в одной из школ, как вы знаете, он официально, опять же, вот этой бесконечной путаницы. Можно носить чадру, нельзя ли носить полностью закрытое лицо в университетах или в школьных заявлениях. Новый последний скандал прямо утренний – это то, что вот какая-то школьная экскурсия пришла в пожарную часть, и в соответствии с изданным законом, значит, я не знаю, кто там стоял на пропуске, пожарники там либо полицейские не пропустили двух женщин, одетых в традиционной одежде. И вот теперь это большой скандал, понимаете, важнее этого скандала во французской части сегодня утром пока ничего нет, если только Путину удастся перебить встречи с Эрдоганом, вот эту информацию. И теперь выясняют, кто был прав, кто виноват, и какое-то было оскорбление. Соцсети встали на защиту мусульманских женщин, явившихся сопровождать школьников в полном одеянии. Ни у кого не возникает абсолютно мысли о том, что речь вовсе не о дискриминациях, о которых все кричат, вы же знаете этот термин, который идет нескончаемым потоком. Что бы ни случилось, главное – не дискриминировать никого. А речь идет о каких-то элементарных, вроде бы пока существующих законах, которые запрещают носить такого рода одежду в школьных учреждениях, в общественных местах. Вы же прекрасно понимаете почему. Но которые не соблюдаются абсолютно, да еще и тех, кто пытается каким-то образом это соблюдать, обвиняют практически во всех смертных переходах. То есть это замкнутый круг. Вот это бесконечное варенье в собственном соку. Конечно же, как я и говорила, ничего конкретного не изменится, и все это будет продолжаться. И сколько нужно будет, понадобится вообще, каких жертв и какой крови, чтобы хоть что-то действительно дало хоть какую-нибудь маленькую надежду к тому, что что-то может измениться и достаточно жестко противостоять вот этой элементарной, грубой опасности международного терроризма, который сейчас, в принципе, везде одинаковый, что бы там ни говорили. Я думаю, что на данный момент просто нет. Так что вот этот Гретхенгейт, как я его назвала, вот эта новая попытка отвлечь внимание, более прочего напоминает, знаете, вот отрывок из фильма Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», когда баронесса дает очередную пощечину своему сыну, спрашивает, я не понимаю, это он или не он. И ему дают пощечину, говорят, что он не может подождать две минуты. Вот сейчас все спрашивают более-менее, так что же там в Сирии, это джихадисты они или не джихадисты? Там уже их собираются вроде как выслать опять сюда, в Европу, в Германию, во Францию, откуда они уезжали. Потому что они же французские подданные, многие из них. И вот теперь дали очередную пощечину, подождите две минуты, сейчас мы решим как это объяснить, что-нибудь придумаем, а пока импровизируйте. Вот такая ситуация. Поэтому эта реплика, она осталась абсолютно невоспреданной. Очередной вот этот абсурд, что та же Россия, которую вчера обвиняли в том, что она не присоединяется к этому движению, а сегодня пытаются обвинить в том, что это она все это заварила с шведской девочкой, понимаете? То есть это уже настолько, это какая-то вот степень, запредельная степень абсурда, за которую уже даже тем, кто уже ничего не боится и ничего не скрывает, опасно переходить. Потому что все-таки люди могут как-то, знаете, сказать, давайте здесь уже поставим точку и начнем выяснять серьезные отношения с той дезинформацией, которая лилась до сих пор. Елена, вот вы употребили слово, вы применили, по-моему, первое, Гретхенгейт, вы использовали это слово, а я в комментариях к вашей статье еще обнаружил одно любопытнейшее, мне понравилось слово, тоже с юмором, гретинизм. Вот то, что сегодня в Европе происходит, и не только вокруг экологических движений, это тоже гретинизм. Вы знаете, гретинизм, если я не ошибаюсь, это термин принадлежит журналисту Дмитрию Наваром, если я ошибаюсь, так сказать, автор. Вы знаете, сейчас авторство в интернете доказать невозможно, так что плагиатят все подряд. Я назвала это Гретхенгейтом, Гретхенгейт это действительно мой термин, потому что именно вот эту попытку устроить очередной скандал, обвинив Россию в побитых горшках. А что касается гретинизма, то это, конечно, опять же, было употреблено с неизменным чувством юмора. Да, конечно. Что ни одна мировая пресса не блещет таким вообще, знаете, вот я бы сказала, фонтаном изобилия юморных интерпретаций, слава богу, так сказать, что они у нас есть, как русская, как российская, как русскоязычный сегмент, какой бы то ни было в стране. Потому что надо полагать, что благодаря вот этому нашему чувству юмора мы все-таки держимся на плаву, потому что все это воспринимают вполне всерьез. Я думаю, гретинизм это все-таки немножко такой юмористический термин, а если говорить серьезно, то все гораздо страшнее. Потому что когда всерьез все растущим большинством, не уменьшающимся все-таки, во всяком случае, большинством воспринимается маразм и к нему склоняются, то есть, понимаете, вот все новые и новые зараженные каким-то непонятным совершенно политкорректным вирусом мозги, потому что если изначально вы высоко поднимаете брови и говорите, что невозможно серьезно верить в некоторые вещи, которые вам профилируют с голубых экранов, то очень скоро вы начинаете замечать, что люди-то, которые, в общем-то, не под дулом пистолета выражают свою поддержку вот такой оголтелой степени маразма, вы начинаете очень серьезно задумываться вообще, как такое возможно, ну, понимаете, насколько я могу судить в своем уже далеко не молодом возрасте количество идиотов и полезных, и бесполезных во всех странах мира приблизительно одинаково, и нельзя сказать, что такие-то вот прям вот они совсем дураки, а мы умнее, потому что у нас лучше получается шутить. Нет, везде одинаково, и приличных людей, и неприличных людей, и извращенцев, и идиотов, в любой стране мира их будет ровно столько же, в любом обществе вы их найдете. А вот то, что, например, сейчас любые попытки говорить правду об окружающей нашей действительности залаиваются прямо целой сворой вот этой политкорректной публики, это приблизительно я наблюдаю такую же картину в либеральной среде либералов в России, когда если кто-то из своих же посмеет сказать что-то хорошее о самой России, о русских, о городе Москве, вот самый недавний случай в опиющей Фейсбуке, который сейчас еще потрясает какие-то социальные сети подписчиков, я не помню его имени одного из либеральных деятелей, который осмелился хорошо сказать о Москве, и вы можете наглядно убедиться, как его топчут, рвут на куски и клюют свои же, вот то же самое сейчас происходит после, например, в Европе, после теракта в Парижской префектуре, когда целая масса различного рода ассоциаций всех, так сказать, побивающихся по деятельности политкорректной, не только друг друга или там кого-то из своих же пытаются рвать на куски, кто недостаточно быстро выразил свое, не свое сочувствие жертвам терроризма, а свое негодование растущее, я цитирую в кавычках, исламофобии населения, которые неправильно реагируют, не так, как им бы хотелось. То есть это абсолютно одна и та же система, один и тот же менталитет, хоть он и называется по-разному, и говорится на разных языках, и в разных странах происходит, но система-то, и, в общем-то, понимаете, вот этот укол мозг, приятие или неприятие маразма, она одна и та же, вне зависимости от языка и даже общества. — Елена, спасибо огромное, остается только радоваться, что шутку, произнесенную на российском телевидении, что Грета получила неочередное воинское звание полковник, не нашла свое отражение в западных средствах массовой информации, не приняли всерьез. Спасибо, спасибо огромное, всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok